Больше 82% легальных иностранных трудовых мигрантов в России составляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Об этом 13 января сообщила в интервью Interfax начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. С учетом безвизового режима поездок граждан, основными государствами-донорами иностранной рабочей силы для РФ выступают страны СНГ. Более 82% иностранных рабочих, осуществляющих на законных основаниях трудовую деятельность в РФ, составляют выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, рассказала Казакова. Подчиненная Владимира Колокольцева уточнила, что иностранцы, пребывающие в Россию на срок, превышающий 30 дней, будут обязаны пройти медицинское освидетельствование, а также обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в территориальных органах МВД России. После этого иностранному гражданину будет выдаваться единый документ, удостоверяющий его личность на территории России с электронным носителем информации. Документ позволит получать госуслуги в электронном виде, в том числе через мобильное приложение. Валентина Казакова также рассказала, что готовятся поправки в законы, которые легализуют смену цели пребывания без выезда за пределы РФ, в том числе возможность переоформления визы в соответствии с новой целью пребывания. Одновременно закрепляется возможность совмещения отдельных целей пребывания, также иностранцам предоставляется возможность совершать туристические поездки, уточнила Казакова. В МВД рассматривают возможность высылки из страны иностранцев за совершение грубых административных правонарушений, в том числе за посягательство на общественный порядок. Для этого, по ее словам, потребуется внести поправки в КАП.